Вышли образец такого диплома, не возражаете образец дипломной работы? У меня есть просто в архиве. Конечно, конечно, хорошо. Я просто опубликую, опубликую на нашем сайте, а вам ссылочку направлю, как обычно. Еще один вопрос. Вы сказали выбирать, где мы будем выбирать? Выбирать, это серийный вопрос экзаменационный? Вы знаете, я имею в виду, выбирать конкретное время, когда вы включаетесь к сессии, коммитационной сессии, поскольку у нас может возникнуть режим эхо. Пожалуйста, давайте, вот я предложил на вскидку сравнительный анализ законов о медиации России, Кыргызстана и Казахстана и может быть медиация в уголовном процессе. Возможно, вам придет в голову какая-то другая идея, исходя из ваших личных интересов. Мы готовы послушать ваше встречное предложение. И в любом случае, накануне экзаменов мы проведем аттестацию, уважаемые коллеги. Можно следующее занятие посвятить аттестации и анализу тех вопросов, которые будут задаваться на экзамене. Не возражаете? Консультация. Да, хорошо, договорились. Парада Александрович, можно ли мне тоже сбросить требования к дипломной работе? Да, хорошо сбросить. Я тоже с удовольствием уже начну писать, может быть, я смогу тоже защитить себя. Для Кирилла Сергеевича, да, для вас достаточно эссе. Эссе достаточно подготовить. А вот помочь составить диплом нашим тренерам, да, Вы готовите эссе, да, с Кириллом Сергеевичем, а медиаторы готовят... Я получил, спасибо. Подойдет, да, да, подойдет, спасибо, я получил. Спасибо, хорошо. Ну, хорошо. Там рекомендационный вопрос от 22. Да, да, много вопросов, да. Ага, немного, хорошо. А будет задаваться всего 4-5 вопросов. Там вы предлагали нам две темы. Одна или другая тема. Или анализ, да? Да, одна или другая тема. Как вам интересно? Одна или другая тема. По уголовному делу, ребята, у нас уже закон есть. Мы работаем с этим. А в различных законодательствах медиации у нас нет? Вы знаете, у нас, во-первых, вносится изменение в закон в российском законодательстве. Во-вторых, вот мы с вами, Жиргал Жигитовна, посещали конференцию по медиации, которая проводилась в высшей школе экономики. И там судьи из Липецкой области, Липецкого областного суда, подчеркнули, что проводят медиацию и по уголовным делам на основании статьи 75 Уголовного кодекса Российской Федерации. Одним словом, пока законодательно это не закреплено, но фактически это осуществляется. Изменения в закон будут внесены. И медиация по уголовным делам тоже получит путевку в жизнь. Но поскольку мы с вами должны предвосхищать, мы находимся с вами в авангарде всего этого процесса. Давайте немножко заглянем в будущее. Кроме того, никогда не помешает осуществить сравнительный анализ законодательства. Медиация в уголовных делах работает в полной мере в Республике Казахстан. В Российской Федерации применяется восстановительный подход в уголовных делах. Он тоже работает. Ну, на этом все, пожалуй. Смотрите, тебе нужно отключиться. Да, давайте прощаться. На примере, брать в Казахстан, да, свои? Да, конечно. Да, да. Жаргал Жигитовна, вы практики, и вам не надо бояться экзаменов. Отталкивайтесь от своего личного опыта. Это самое главное. И все будет хорошо. Ну, давайте. До следующей встречи. Экзамен – это когда вы демонстрируете свое мастерство перед комиссией из трех преподавателей. Тоже через веб-камеру. С помощью Zoom я надеюсь, что качество связи нас не подведет. Стараемся. Хорошо. Спасибо за участие. Есть ли на этом все, Жаргал Жигитовна? И потом завтра... Он подъехал, пожалуйста. Я не всегда обращусь. Я не всегда обращусь. Хорошо. Мы созвонимся. Я просто не могу. У нас позднее время соседи ребенка укладывают спать. Вы уж извините меня. Просто пора уже заканчивать. Ладно? Было приятно встретиться онлайн. Всего доброго. До свидания. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Спасибо.